В этом уроке давайте мы применим знания, которые мы получили в прошлом уроке и разберемся с таким понятием, как приоритет операции. Для этого мы давайте напишем следующее выражение. Допустим, у нас будет переменная result, куда мы положим выражение такое, например, 12 минус 6 делить на 3. И для того, чтобы посмотреть, что у нас получилось, мы, как обычно, все это выведем в консоль. То есть, если напишем, например, result, и сюда мы выведем переменную result. Как вы думаете, какой получится результат? В принципе, мы все с вами учились в школе, и согласно школьным правилам будет результат 10, потому что по приоритету у нас умножение и деление идут впереди, сложение и вычитание. Да, и, соответственно, 6 делить на 3, это будет 2, и 12 минус 2 будет 10. Давайте в этом убедимся. Смотрим на результат. И действительно, это 10. То есть, JavaScript здесь ничем не отличается от школьных правил, и, в принципе, здесь все работает так же, как и там мы проходили. То есть, давайте мы здесь как результат напишем такую строку, да, и будем смотреть, что из этого получилось. Теперь, давайте, допустим, для примера заведем другую переменную result2, и в нее мы положим следующее, например, 3 плюс 4 умноженное на 2. То есть, просто с другими операторами. И давайте здесь, допустим, мы скопируем данный консоль.log, занесем сюда данное выражение, чтобы было понятно. И здесь мы напишем result2. То есть, здесь такая же система. Вначале мы получаем 4 умноженное на 2 будет 8. Давайте через запятую здесь перечислим. И 3 плюс 8, это у нас получается 11. Давайте убедимся, что у нас здесь будет 11. Обновим страницу. И действительно, мы получаем то, что, в принципе, и ожидали. Теперь давайте немного забежим вперед и воспользуемся еще одним оператором, да, который мы еще до этого не затрагивали. Но нам будет его важно рассмотреть для понимания текущей темы. Допустим, мы заведем новую переменную, которую назовем isGreater. Да, то есть, это означает, что больше ли данное выражение. И если мы называем переменные таким образом, то обычно мы в них складываем какое-то булен значение. То есть, либо true, либо false. Соответственно, здесь мы можем написать что-нибудь вроде этого. Например, 20 минус 6, допустим, умножить на 3. И дальше мы можем воспользоваться оператором, например, больше или равно, да, но про это мы будем говорить еще отдельно. Например, 4. Как вы думаете, что у нас будет в результате данной операции? Давайте мы это выведем в консоль. Значит, мы давайте вот это вот запишем как строку. То есть, просто положим это в кавычки. И как значение мы увидим значение isGreater. Теперь давайте сохраним и посмотрим в консоль. На выходе мы здесь получаем false. И действительно, если мы все посчитаем, то 6 умножить на 3 будет 18. 20 минус 18 это будет 2. И 2 у нас больше или 4? Нет. То есть, это ложь. Да, и соответственно, мы здесь получаем false. Если же мы, допустим, здесь... Давайте скопируем просто данную строчку. Здесь напишем циферку 1. То есть, 2 у нас будет больше единицы. Здесь будет у нас greater 2. И убедимся, что все отрабатывает корректно. Давайте сохраним. И мы здесь получаем true. То есть, действительно, здесь у нас будет двойка. И двойка, она больше либо равно единице. И, в принципе, так работают все операции. Но на самом деле здесь все немного сложнее в JavaScript. Потому что, помимо тех операторов, которые мы видим, то есть, это минус, делить, умножить или там сложение, или операторы сравнения, да, больше или равно, здесь присутствует еще другой оператор. Это равно. Оператор равно в JavaScript, он выполняет функцию присвоения. То есть, мы присваиваем какой-то переменный определенный результат. Но как нам понять, какой приоритет у определенных операторов? Для этого мы можем обратиться к документации. И если в поисковике пробить следующее MDN, то есть Mozilla Developer Network, допустим, оператор Precedence, именно таким образом записать, то мы можем попасть, в принципе, на главный сайт. где ниже мы можем найти таблицу приоритетов операторов. И здесь мы можем найти следующее. Значит, в колонке приоритета у нас указано значение какое-то. И самое верхнее это значение 20. И здесь написано, что это за тип оператора. И справа в колонке конкретные операторы мы видим те операторы, которые как раз-таки и присваиваются подобному приоритету. Что это означает? Давайте мы разберемся именно с тем примером, который мы и делали. Например, вот с этим. Как это работает? У нас есть оператор равно. И давайте посмотрим, какой у него приоритет. Значит, ищем здесь справа оператор равно. И он у нас находится именно почти что в самом низу. И у него приоритет 3. То есть здесь мы давайте можем написать, допустим, комментарий. Вначале у нас 3 у этого значения. Да, мы можем даже пробелами сюда его поставить. Теперь, значит, смотрим дальше. Следующий у нас идет минус. Давайте найдем минус. У минуса у нас получается сложение и вычитание у нас одинаковы по приоритету. И у них значение 13. Поэтому здесь мы... Давайте здесь напишем 13. Дальше мы ищем оператор умножения. Вот у нас умножение. Умножение, деление и остаток. Про остаток мы поговорим попозже. У нас идет приоритет 14. Значит, здесь мы пишем 14. И дальше идет определенное сравнение. Значит, здесь... Давайте мы посмотрим на сравнение. Вот, значит, этот оператор. И у него приоритет 11. Здесь вы можете посмотреть, типа, на другие операторы. То есть любые операторы сравнения. У нас как раз-таки почти что любые находятся в приоритете 11. Значит, здесь мы пишем 11. И что получается? Вначале выполняются те операторы, которые по приоритету самые высокие. То есть в нашем случае это умножение или деление. Вначале выполняется это выражение. Потом по меньшему приоритету у нас выполняется 13, то есть минус. Поэтому потом мы вычитаем вот это все. После этого у нас выполняется оператор сравнения, то есть 11. И после этого уже по низшему приоритету у нас выполняется значение равно. То есть по данной таблице можно смотреть, в принципе, в каком порядке все это и выполнится. Что интересно, наверху данной таблицы у нас присутствуют операторы группировки. То есть обращивание в круглые скобочки. И действительно, если мы, допустим, обернем, например, в скобочке 20 минус 6 умножить на 3, то мы получим совершенно другой результат. Давайте это рассмотрим не на данной переменной, а вот здесь, допустим. В переменной result2. То есть если мы обернем в фигурной круглой скобочке два данных выражения, то в начале выполнится сложение, то есть 3 плюс 4 будет 7. И 7 умножить на 2 будет 14. Давайте мы здесь также обернем это все в скобочки и убедимся, что данный оператор группировки он отработал корректно. Для этого сохраняем, обновляем. И действительно, мы получаем здесь 14. То есть по данной ссылке, в данной таблице вы можете всегда отсматривать любые операторы, которые присутствуют в JavaScript, смотреть по приоритету, какое место они занимают, и в принципе работать с этим и не создавать каких-то ошибок, которые могут быть связаны именно с приоритетом. Продолжение следует...